Диалог культур Северная столица объединила молодых журналистов В Бурунде открылся кабинет русского языка В музее на Поклонной горе были представлены памятные истории Победы А теперь подробнее об этих и других новостях В Санкт-Петербурге прошел 17-й международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур» Погрузиться в творческую атмосферу, пообщаться с участниками и организаторами отправилась моя коллега Татьяна Орлова Культурная столица России уже в 17-й раз объединяет молодых журналистов Международный медиафорум «Диалог культур» вновь открыл свои двери для всех представителей СМИ, начинающих фотографов и блогеров На протяжении 17 лет участники из России и стран Евразии обмениваются опытом, готовят собственные репортажи и представляют свои проекты, в которых отражена дружба народов и взаимодействие культур Медиафорум прошел при поддержке Фонда «Русский мир», Медиаконгресса «Содружество журналистов», Государственного Эрмитажа и Союза журналистов России Диалог культур проходит уже в 17-й раз Он стал уже таким действительно традиционным, фундаментальным Очень важно, что остается международным в наше непростое время Потому что сейчас, когда идет небывалая история информационная война против России Важно, чтобы наши коллеги из разных стран побывали здесь, в этом прекрасном зале Эрмитажа Пообщались, посмотрели, как все происходит И сложили для себя какое-то мнение о ситуации в России На открытии форума участников поприветствовал директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский Председатель Оргкомитета форума Ашо Джазаян И исполнительный директор Фонда «Русский мир» Владимир Кочин В первый день журналистов ждала практическая конференция на тему Диалог культур в медиапространстве Евразии Фестиваль документальных фильмов и сюжетов России и стран Евразии «Я здесь живу» А также подведение итогов всероссийского конкурса «Я живу в России» Где было представлено более 3000 работ из 75 регионов нашей страны Важно, что тут произойдет этот обмен опытом Который так необходим каждому из нас, каждому из любой страны И здорово, что они не просто приехали, они привезли свои работы в разных форматах И эти работы будут представлены здесь Российские коллеги покажут свои работы зарубежным, а зарубежные россиянам И вот в этом и основная суть диалога Что люди показывают через свой взгляд историю самобытности Новые реалии каждой страны В этом основная суть На второй день форума в большой анфиладе главного штаба Открылась международная выставка «Я здесь живу» 400 лучших работ молодых авторов Евразии Около 50 художников и дизайнеров представили свое творчество И рассказали об этапах создания и источниках вдохновения В формировании отраслей, вот как раз тут три отрасли у меня и представлены Это музыка, наука и искусство На мой взгляд, такие самые фундаментальные направления В которых стоит развиваться на сегодняшний день И как-то самореализовываться И тогда в будущем нас ждут уже какие-то серьезные совершения, успехи После двухдневной работы в Эрмитаже Участники форума отправились в Петрозаводск, Псков, Великий Новгород Чтобы создать собственные репортажи под названием «Один день в России» Татьяна Орлова специально для телерадио компании «Русский мир» На днях на базе Центра изучения иностранных языков Университета Бурунди Состоялось открытие кабинета русского языка фонда «Русский мир» Почетное право открыть кабинет и перерезать ленточку Предоставили ректору Университета Адасу Манерабоне И послу России в Бурунди господину Михайлову В рамках мероприятия была организована выставка «Красоты России» Также было показано видеоприветствие исполнительного директора фонда «Русский мир» Владимира Кочина Бурундийская сторона проявила высокий интерес к изучению русского языка За первые два дня с момента открытия поступило более 100 заявок на изучение русского языка А теперь к другим новостям Накануне в Музее Победы подвели итоги полиформатного проекта «Многонациональная победа» И наградили авторов, приславших свои истории для народного альманаха «Незабытые истории победы» о героях Великой Отечественной войны И первого сборника рассказов «За Родину» об участниках специальной военной операции Подробнее в следующем сюжете Участниками проекта «Многонациональная победа» стали более 40 тысяч человек Представители 80 регионов поделились историями о ветеранах Великой Отечественной войны И о солдатах, служащих в зоне спецоперации Особенно активными оказались жители Донецкой Народной Республики, Севастополя, Республики Крым, Оренбургской и Тюменской областей В 4-й народный альманах «Незабытые истории победы», который посвящен 80-летию прорыва блокады Ленинграда Разгрома немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом И на Курской дуге вошли 80 самых интересных рассказов О межнациональной дружбе на фронте и в тылу в годы войны «Кто отбирал эти работы? Ну это прежде всего члены Оргкомитета и герои Российской Федерации Многие герои будут сегодня участвовать во вручении вот этих всех наград, которые заслужили наши победители Мы также в этом году, я сказал, что впервые опубликуем рассказы о героях СВО Дело в том, что пришло очень много рассказов И в первый сборник войдут 120 рассказов Но Оргкомитет решил, что все рассказы должны быть опубликованы И мы постараемся до конца года еще издать несколько сборников, чтобы все рассказы о героях СВО были опубликованы Все материалы, архивные фотографии, документы военных лет, а также альманах незабытой истории Победы В этот день были переданы на вечное хранение в Музей Победы и архив мультимедийного музейного комплекса Дорога памяти, главного храма Вооруженных сил России А сборник за Родину направлен в Министерство обороны Российской Федерации, Музей Победы и Федеральное агентство по делам национальностей В Музее Победы в этот день также работали выставки «Многонациональная победа» и «Герои ЗОВ» Они познакомили гостей с памятными подвигами храбрых жителей нашей страны Мне хочется поблагодарить именно организаторов когда-то этого проекта «Многонациональная победа» Вот если задуматься, я недавно приехал с Ургута, в одном городе 109 национальностей Я просто был удивлен, поэтому еще раз большое спасибо, именно почему так назвали Это как раз попали в точку Ну конечно, очень сложно членам жюри выбрать какие-то рассказы Вот вы говорите, 80 рассказов, 20 рассказов, там надо все выбирать Весь вечер в зале славы Музея Победы звучали песни о войне в исполнении заслуженных артистов России Яна Осина, Эмиля Кадырова, Ильи Ушоулу, а также заслуженного артиста Луганской Народной Республики Сергея Чуйкова и Сергея Вахрушева Которые исполнили патриотические песни на стихе одного из победителей конкурса Павла Малородного Накануне гостями фонда «Русский мир» стали волонтеры международного конкурса «Расскажи миру о своей родине» В этом году на конкурс, который проводит некоммерческая организация Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи При поддержке Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и фонда «Русский мир» поступило почти 6 тысяч работ из 35 стран и всех регионов России Работу оценивают около 200 экспертов из 94 городов России Преподаватели, директора школ, журналисты, общественные деятели Поблагодарив девушек-волонтеров, студенток Московского педагогического государственного университета за их работу и вручив дипломы Исполнительный директор фонда «Русский мир» Владимир Кочин отметил, что для них работа в Оргкомитете международного конкурса является хорошим опытом живого общения Который очень пригодится в их будущей профессии Накануне в Центральном парке Сколково состоялась 11-я технологическая конференция «Стартап Виллдж. Время инноваций» На которой обсудили самые злободневные и актуальные вопросы Подробнее в следующем сюжете Каковы тренды развития умных городов? Как выглядит дом с искусственным интеллектом? Какие возможности есть сегодня для выхода российских стартапов на новые рынки, в частности, азиатские? Ответы на эти и другие вопросы получили участники ежегодной конференции «Стартап Виллдж», которая является неизменной площадкой для делового общения и обмена опытом Здесь проходят встречи основателей стартапов-инвесторов с крупными корпорациями, учеными и представителями власти Мне кажется, что сейчас, когда о креативной экономике, о креативных индустриях говорят много кто Веб и Сколково в данный момент занимают лидирующие позиции в этой тематике Потому что все-таки разговоров много, но реальных кейсов, реальных результатов пока не так много И сейчас как раз стартап Виллдж, мне кажется, является идеальной площадкой для того, чтобы протестировать те разработки которые точно могут стать частью большой креативной экономики России Это форум, чтобы посетить мастер-классы от профессиональных экспертов А также послушать выступления таких спикеров, как Максуда Шадаева, министра цифрового развития связей массовой коммуникации России Алексея Фурмина, руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития и многих других Также на форуме была представлена выставка «Стартап-базар», где молодые стартаперы продемонстрировали прототипы своих изобретений Одним из которых стал беспилотный робот-уборщик «Пиксель», чье выступление было ярко представлено зрителям Мы приехали сюда показывать то, что мы реализуем в Камеруне сейчас Вот эти все детали, вот эти все инновации, которые мы уже сможем сделать В целом диапазон мероприятий был настолько широк от подписания соглашения о сотрудничестве между фондом «Сколково» и агентством технологии инновации «ЮАР» До стендапов, где известные предприниматели повеселили аудиторию ироничными историями о своих самых крупных неудачах в бизнесе и о том, какие уроки они извлекли Стартап-вилледж – это уникальное место для совместной работы, поиска партнеров и инвесторов А также благодаря этой конференции абсолютно каждый смог узнать много полезной и новой информации, которая стала основой для успешных бизнес-идей и проектов Любовь Курьянова, Андрей Челышев, специально для телеканала «Русский мир» На этом наш выпуск завершен, оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места события Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Берегите себя, всего доброго и до свидания